Отсюда есть пошла земля Тюменская, но может быть она куда-то не туда пошла? Понятно, что в те далекие времена нужно было защищаться от врагов, а сегодня у города совсем другие цели и задачи. Так почему же Тюмень хороший, но пока не лучший город Земли? Поговорим сегодня. В эфире «Точнее». С вами Ольга Солоницына. Начинаем. Сегодня в программе «Карты в руки. Как это работает и работает ли?» Покупаю щекур. Щекур маленький нынче. Ой, вкусный на пироги. Это не маленький щекур, это простой сырок. Но кто их знает? Ходьба в экзоскелете начинается с левой ноги, то есть заранее массу тела на правую ножку. На своих двоих. Мечтать десятков тысяч тюменцев, похоже, сбывается. Тюмень – лучший город Земли. Это вроде как утверждение у нас нетребующее доказательств. Но давайте сегодня все-таки поставим знак вопроса. Спросите у себя, как на духу, Тюмень – это вправду лучший город Земли? Просто да или нет? Опрос в эти минуты проходит в группе, точнее, ВКонтакте. Будет длиться еще полчаса, как минимум. Ну а вот вам данные другого опроса, уже всероссийского, на тему качества работы общественного транспорта. Под прицелом были 100 городов России и Тюмень. Парам-пам-пам. На первом месте. Причем второй год подряд. Работе автобусов и маршруток у нас поставили 7 баллов из 10 возможных. Ходит часто. Легко уехать куда угодно. Вот эти два момента отмечались как главные преимущества. Ну а сейчас ведь и платить можно как угодно. Во всех автобусах большого класса вот уже две недели как кондуктору можно давать не мелочь, а карточку. И как это работает? И, собственно, работает ли? Отправился бы и снять Иван Шишкин. Легко, просто и быстро. Именно такой должна быть, по идее, безналичная оплата. Но автобусы не магазины. Тут и народу бывает не протолкнуться, да и каждая минута на счету. Вот мы сейчас и проверим, а действительно ли оплата по картам легка, удобна и проста. Вы не пришли по самому оплату? Может, просто совпало, что именно в это время нет тех, кто расплачивается картами? Банковский карт, ну, в день, может, 5-6 бывает. А, скажем, оплата по телефону уже оплачивалась? По телефону было раз. Раз все было по телефону. А скажите, вес сумочки уменьшился? Нет. Идем ва-банк. Дорогие друзья, а есть ли сейчас в автобусе человек, у которого установлен Android Pay, не знаю, iOS Pay? Так, может быть, у этого автобуса Аура такая, наличная. Меняем автобус. Вдруг тут знают, что Pay – это система оплаты с помощью мобильного телефона. Вы знаете, что такое Samsung Pay? Нет. А, Android Pay. А, Apple Pay. А вот знать экономически выгоднее. С нового года проезд будет 25 рублей. Это если наличными. Карта и девайсы помогут сэкономить от рубля до пяти. Копейки, вы скажете. Но за год сохраните более тысячи. Кстати, специальный брелок и часы можно купить в офисе ТТС на Котовского 52. А для оплаты с помощью телефона нужно скачать специальную программу. Доступна она в Play Market и App Store. Наряду с оплатой бесконтактной карты, можно и платить и контактной карты, которая имеет чип. Ну, не имеет бесконтактного приложения, PayPays, PayWay. И полностью переоборудование всех автобусов планируется завершить в 2018 году. А пока наш эксперимент однозначно показал. Кэши хоть и говорят кыш, но тюменцы по стринке предпочитают монетки и купюры. Но психологи говорят, что для привыкания нужен 21 день. Так что этот эксперимент однозначно не последний. Ну вот что касается терминалов, то мне кажется, что его нужно поскорее поставить в маршрутках. Не знаю, как у вас, но мне билет в маршрутках вообще ни разу не выдавали. Из чего я делаю один очень простой вывод. Все мои 22 рубля превратились в черный нал и переместились в чей-то карман. И ни копеечки из этих 22 рублей до бюджета точно не дошло. Но едем дальше. Заглянем в спальные районы Тюмени. Их так называют, потому что, как правило, делать здесь больше нечего, только спать. Превращают такие окраины в места для полноценной комфортной жизни. Такую задачу ставят перед собой некоторые застройщики и уже начинают ее воплощать. Это должно быть место для полноценной жизни, а не только для сна. Чтобы построить микрорайон, максимально близкий к идеальному, компания «Талант» провела целое исследование. Мы могли, конечно, выйти с проектом намного раньше, но мы потратили целый год, чтобы подготовиться, собрать все мнения, собрать лучшие решения и признавать его тюменциям. Компания «Талант» была инициатором, чтобы получить это исследование, провести его. Почему? Потому что Центр бронистики мы знаем давно. Мы уже с ним реализовали несколько проектов в других городах России, таких как Пермь, Уфа, Набережные Челны. Но в каждом городе представление о комфорте свое и то, что пришлось по душе, например, в Перми, Тюмень не может не подойти. Поэтому изучать пришлось весь город. Есть такой элемент столичности. Тюмень все-таки столица, потому что сюда стекается очень много потоков и человеческих, финансовых, таких и культурных, с разных регионов. Но не до конца этот потенциал Тюмень научилась использовать, потому что она находится в ситуации как бы некого такого хорошего города для жизни. Чувствовать себя одинаково удобно как в центре города, так и на его окраине. Вот секрет настоящего комфорта. Именно этот принцип лег в основу интеллект-квартала, что уже начал расти в районе Тюменская Слобода. Благодаря разной высоте зданий здесь будет много света. Дома расположены так, чтобы защищать своих хозяев от ветра. В каждом подъезде виртуальный консьерж, а в квартире полный набор высоких технологий с дистанционным управлением. Такого в Тюмени еще не было. Старт продаж умных квартир намечен на начало 2018 года. Тюмень – это действительно лучший город в земле. Спрашиваем мы у вас. Голосование проходит в нашей группе ВКонтакте. Новости Тюмени точнее. И вот герою предыдущего сюжета, идеологу Центра прикладной урбанистики Святославу Мурунову, мы тоже задали этот вопрос. И его ответ нас, прямо скажем, удивил и показал, как полезно иногда выйти из роли кулика, который хвалит свое болото и взглянуть на себя со стороны. Сделаем это вместе, но чуть позже. А сейчас вновь упрямые цифры. В Тюмени очень много магазинов. Даже слишком много. Вот посмотрите, вы видите, это норматив. А сейчас увидите показатели Тюмени. Вот они, превышение более чем на 200%. И это, кстати, друзья, больше, чем даже в Москве. И ведь при этом изобилие стихийно-уличная торговля тоже умудряется процветать. Про ее опасность уже много сказано. Мы не будем повторяться, лучше покажем, как нас с вами легко и просто можно обмануть. Эксперимент провела Дарина Скорнякова. Вдоль улицы Республики лотки с рыбой стоят прямо около проезжей части. Привычная картина, кстати, для района КПД. Торговля процветает и очень часто именно такие продавцы используют не обычную схему обмана. А знаете, почему она успешно работает? Смотрите сами. Сама встаю за прилавок. Пускают меня торговцы неохотно. Вы сейчас мне проверку устроили, понимаете? Ментай у нас есть? Да, вот он. Слава Богу. Я прошла тест. Раз теперь я свой человек, ради эксперимента устанавливаю правила свои. Покупаю щекур. Щекур маленький нынче. Ой, вкусный на пироги. Под видом дорогой рыбы продаем дешевый сырок 120 рублей за килограмм. А у нас он превращается в щекура и стоит уже 200 рублей. Посмотрим, определят ли наши тюменцы разницу. А пойдемте, я вам классную рыбу покажу. Возьмите щекур, пожалуйста. Вкусный, свежий. Вкуснятина. Нам самим смешно, вот много лет, кто мы торгуем. Вот они, смотрите, вот этот, они не знают, они путают, вот налит с суммом. И первыми свое незнание рыбы показывают пенсионеры. Я им предлагаю сырок, а показываю щекур. Бабушки, сырок. Да, сейчас сама ешь его. Люди интересуются рыбой, но подмену не замечают. И только один человек раскрыл нашу серую схему. Потому что рыбак. Они говорят, мы рабатим, но они не знают, многие, даже как мы бываем. Ну это хорошо, что вы не обманываете. А есть ведь кто обманывает. А вот и первый покупатель. Это, да? Да. Парочку давайте. Давайте, а пакетик есть у вас? 177. А если таких не знаю, будет с десяток. Продавая вместо щекура сырок каждый день по 10 килограммов, за месяц можно положить в карман 24 тысячи рублей. Но ведь не только деньги таким образом теряют тюменцы, но и свое здоровье, таким образом можно купить зараженную апистархозом рыбу. В нашей туре карповые, кстати, все с этими личинками специалисты госрыбцентра уже проводили свой опрос у торговцев. Спрашивают, что за рыба? Она мне говорит, сырога. Притворился, что не понимаю ничего. Говорит, а что за рыба такая? Она говорит, сиговые. Это родня сырку. Берите и ешьте чуть ли не сырую. Необросовестные продавцы продают населению не только менее качественную рыбу, но и опасную для здоровья человека. Кстати, в ходе нашего эксперимента никто из покупателей не пострадал. Но мы, к сожалению, хотим признаться, что этот щекур мы сегодня вам не отдадим. Знаете почему? Потому что вы купили только что срок. Поэтому в следующий раз будьте внимательны. Изъятие продукции и штраф – единственные способы борьбы и с уличной торговлей, и с обманом. Но штрафы по сравнению с дневной выручкой, как мы сейчас могли видеть, прямо скажем, символически, потому в Тюмени звучали предложения их увеличить. Что в итоге получилось, интересуясь у директора департамента потребительского рынка администрации Тюмени Елены Реминой. Елена Михайловна, приветствую вас. Итак, выросли ли в Тюмени штрафы за нелегальную торговлю или нет еще? Суммы штрафов увеличены. Изменения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности вступают в силу в декабре 2017 года. Штрафы на физических лиц были 500 рублей, 1000 рублей. Сейчас они стали в 3 до 5 тысяч. Значительное увеличение штрафа позволит сократить число торгующих. Елена Михайловна, вот скажите мне, лицо стихийной торговли сегодня – это вот бабушка с укропом или какой-то другой человек? Бабушек с укропом мы не относим к нелегально торговщим, потому что это та категория граждан, торговля которых вполне себе контролируется, координируется. Торгующие на улицах – это физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Лицо уличной торговли – это серая экономика. Но ведь и наши бабушки тоже в эту серую экономику вовлечены. Но вот продает она бананы. Но на тюменских дачах бананы не растут, и мелочь всякая бытовая тоже. Как? Если у пенсионеров на прилавке, на торговом месте присутствует продукция дачная, сельскохозяйственная, то данная категория товаров возможна к реализации. Если реализуется промышленная группа товаров, то в рамках административного расследования выясняется судьба этого товара и его принадлежность. В истекшем 2016 году к административной ответственности привлекалось 14,6% от общего состава правонарушений лицами пенсионного возраста, которые были наняты для осуществления предпринимательской деятельности и торговли. Ну вот смотрите, зачастую ведь вас обвиняют, ваших коллег, в притеснении пенсионеров. Вот нагрянула проверка перед проверяющим человек преклонного возраста. Что с ним происходит? Что делаете? Если бабушка с укропом торгует на улице, то она не подвергается штрафу. Это однозначно непреложное правило. С данной категорией лиц проводится разъяснительная работа, если ее местоположение не отвечает установленной схеме. То есть подсказываются близлежащие места, оборудованные лотками. Подсказывается, когда, в какое время, кто старший на этой площадке, куда можно позвонить и как правильно организовать реализацию этой продукции. Вот законы рынка однозначно гласит, спрос рождает предложение. Вот вы лично чем можете объяснить факт постоянной востребованности вот этих товаров со стихийных рынков? Почему? Ну объяснений несколько, и нужно говорить о двух сторонах. О сторонах продавца и сторонах покупателя. Покупателю нужно спрашивать, почему он рискует своим здоровьем, почему он способствует этой серой экономике, легко совершает покупку. Можно только догадываться, что встречая товар на улице, покупатель предполагает, что это для него крайне удобно. Для торгующего это всегда возможность серого пути, сбыта этой продукции, уклонения от налогов, невыплата всех необходимых сборов. Необходимо отметить, что нелегальный торговец, он такой же гражданин Российской Федерации, как и мы с вами. И осуществляя на протяжении десятков лет эту предпринимательскую деятельность, не уплачивая в бюджет страны, в налоговые органы не рубля, со временем он придет за страховой частью пенсии. Более того, за весь период этой жизни он пользуется медицинскими, социальными услугами, образовательными услугами для своих детей, но эту часть бюджета содержим мы с вами, законные налогоплательщики. К сожалению, это серьезная проблема. Элна Михайловна, спасибо, благодарю. Ну и станет ли штраф в 3-5 тысяч рублей? Действенная мера и покажет время, разумеется, Тюменское в следующих выпусках. А вот, что покажем вам прямо и сейчас. Спасибо, что остались с нами. Мы продолжаем и продолжается наш опрос вашего мнения. Тюмень – это лучший город Земли? Интересуемся в нашей группе ВКонтакте «Да» или «Нет». Третьего сегодня не дано. Выбирайте. А пока выбирайте, вот вам информация к размышлению. Мобильных приложений сегодня несчетное количество, но вы обратите внимание на Вапекс. Его уже оценило огромное количество пользователей. Удобнейшая штука. О Вапексе узнал совсем недавно. Мне его посоветовал мой друг. Тогда я искал юриста. И благодаря Вапексу, предложению Вапекс, очень быстро его нашел. Просто зашел в раздел «Деловые предложения». Оставил там то, что ищу. И уже через самое ближайшее время мне перезвонили. Очень понравилось то, что самому ничего не нужно искать, никому звонить. Оставляешь заявку и тебе перезванивают. С помощью этого приложения можно найти и мастера на час, и няню, репетитора и много других специалистов. А сейчас за заказ в этом приложении можно еще и выиграть восьмой айфон. Для этого нужно, собственно, сделать заказ, а также репост о розыгрыше ВКонтакте. Приз найдет своего обладателя 14 февраля. Но в ногу со временем пытается идти и сфера ЖКХ, что позволит нам с вами сэкономить время, деньги и самое главное нервы. В рубрике «Квадратный метр». Новая квартира – это и новые заботы. Сейчас застройщики сдают жилье сразу со счетчатыми, показания которых нужно постоянно передавать. Плюс оплачивать квитанцию, да еще и заявку оформлять, ведь не всегда ремонт идет по плану. Заявка поступила в 7 утра, что с балкона бежит вода с 9 этажа. И вот тут на помощь приходят новые технологии. Одна из управляющих компаний разработала приложение, в котором можно и коммуналку оплатить, и данные счетчиков передать, и даже заявку оформить, чем мы сейчас и занимаемся. И все же такие удобства далеко не для всех. Большинство тюменцев, так же как и я, получаем квитанцию из Трица, а для нас есть приложение ЖКХ-72. Заявку в управляющую компанию, конечно, не отправить, зато передать показания счетчиков или оплатить услуги можно не напрягаясь. На этом с приложениями, пожалуй, все. Хотя способов почувствовать себя настоящим собственником еще очень много. Например, попробуйте передать показания в Триц по телефону. Для быстрой передачи показаний приборов учета У нас ушло на передачу данных с помощью оператора примерно полторы минуты. Если хотите, как мы, тогда звоните до 20-го числа, потому что с 20-го по 26-е это будет очень сложно сделать. Есть же еще смс-очки. Запишите себе вот этот номер. На него ежемесячно можно отправлять показания электросчетчика. Забивайте свой лицевой счет и цифры. Если счетчик двухтарифный, то сначала день, а потом ночь. Все через пробел. Кстати, о контроле. Если вы считаете, что управляющая компания не справляется с обязанностями и все ваши заявки остаются без ответа, то можно виртуально сходить в личную инспекцию. ГИС ЖКХ позволяет это сделать. Мы каждый день мониторим и утром, и вечером все, что поступило к нам еще через эту информационную систему. И также регистрируем обращения, сроки точно такие же. То есть в 30 дней мы обязаны дать ответ, причем разместив его также в системе ГИС ЖКХ. Подытожим у ответственного собственника две задачи. Вовремя отправить показания приборов учета и оплатить счета. А хорошая управляющая компания должна качественно содержать дома быстро реагировать на заявки. Если она систематически нарушает правила, тогда помогут надзорные органы. И последний совет. Не забывайте оплачивать счета за интернет. Он очень упрощает жизнь. Впервые в Тюмени люди, которые уже было распрощались с мечтой передвигаться на своих ногах, вновь ее обрели. В наш город привезли экзоскелет. С его помощью инвалиды-колясочники, детки с ДЦП, люди, лежащие после инсультов, смогут принять нормальное вертикальное положение и ходить, как говорится, на своих двоих. Вера Баранова увидела глаза людей, которым экзоскелет дарит надежду. Включаем экзоскелет. Опять же, у нас на правой рукоятке есть кнопка. Мы ее нажимаем. Фиксируем кроссовок. Ходьба в экзоскелете начинается с левой ноги. То есть заранее массу тела на правую ножку, да? Вы, наверное, знаете, как космонавты, когда долго на орбите находятся, и первые, наверное, шаги, когда делают. Если я и правильно их понимаю, то это, наверное, вот такие ощущения. Сколько вы не стояли уже на ногах? Ну, в таком положении, прямо что-то с ходьбой, уже 25 лет. Мастер спорта по баскетболу на колясках Алексей Городецкий стал первым тюменцем, кто опробовал на себе изобретение российских ученых. С помощью устройства человек может сам вставать и садиться, и даже ходить по лестнице. Вообще, как бы в перспективе, говорю, такое приспособление, наверное, было бы неплохо иметь, как бы даже дома для передвижения. Ну, по квартире, я уж не говорю, там по улицам, может быть, ходить. Травмы спинного мозга, рассеянный склероз, инсульт и ДЦП. Вот диагнозы, при которых показан экзоскелет. Два пульта управления с планшета для инструктора и кнопка на костыле для самого пациента. Между собой разработчики называют свое изобретение аватаром. А вообще, мы с вами часто видим подобные экзоскелеты в фантастических фильмах. В качестве военной техники специальные костюмы дают солдатам невероятную мощь. Но технологии не стоят на месте, и это устройство уже реальность. Правда, работает исключительно в мирных целях. Три недели занятий по часу в день. Инновационный метод реабилитации не панацея. Но в связке с ЛФК, массажем, бассейном дает колоссальный эффект, уверяют ученые. Первый прибор в Тюмени закупила больница «Нефтяник». Ключевой момент, что это тренажер, который тренирует не только нижнюю конечность, не только вообще конечность. Сама вертикализация для организма – это определенный стресс. Но стресс позитивный. Мы очень счастливы работать именно, разрабатывать такое оборудование, потому что это очень благодарная, скажем так, разработка. Потому что приезжая в каждый новый медицинский центр, встречаясь с новыми пациентами, давая возможность им снова встать и пойти, это очень мотивирует работать над этим дальше. Эх, вот такой бы экзоскелет, да не на пару часов реабилитации, а на всю жизнь. Но цена кусается, Вера не сказала, но я скажу, что стоит он 3,5 миллиона. Такое доброе дело не каждому по карману, да и доброту не деньгами надо измерять. Сегодня у нас четверг. В нашей программе это «Время помогать». И сегодня мы расскажем о тех, кто столкнулся с человеческой жестокостью и тех, кто хочет изменить мнение животных о людях. Они всем своим видом говорят. Возьми меня, я хороший. В приюте «Лучший друг» 150 мест, которые всегда заняты. История каждого животного по-своему тяжела. Редакция «Вслух.ру» подумала, мы собрались все и решили, что раз в следующий год, 2018-й, будет годом собаки, нужно как-то помочь собакам. То есть у нас в приюте, в Тюменском, в «Лучшем друге», содержится животное на протяжении двух-трех лет, и они не могут найти себе владельца. 12 собак по одной на каждый месяц года. Они и стали героями благотворительного проекта. Мы просто спросили у волонтеров приюта, кого действительно в первую очередь нужно уже пристроить. То есть это собаки, которые, может быть, к ним нужен особый какой-то подход. То есть есть среди тех, с кем мы обращались довольно-таки грубо, и нужно, чтобы человек, который их возьмет, он был опытным собаководом. Человеческое тепло – вот что нужно этим питомцам. Взамен они отдадут все, что у них есть. Волчок очень любит детей, может жить в квартире. Санта – добрый пес, жил с людьми, а потому тянется к ним. Тютелька – подвижная девочка, отлично ладит с кошками. Петуния – у нее очень короткая шерсть, и ей холодно в открытом вольере. Она воспитанная и привыкла гулять на поводке, и никогда не проявляет агрессию. Выбрать себе друга на всю жизнь очень просто. Кликните «Собачья жизнь» на сайте Вслух.ру. Здесь вы найдете историю каждой собаки, которая очень ждет своего хозяина. Наш программ продолжается, и дальше еще интересней. Если вы все время думаете за горожан, у них отключается думалка. Как ее включить обратно, и какие еще недостатки есть у лучшего города Земли? А не рвануть ли в большое кино? Поздравим нашу коллегу с кинодебютом и узнаем, как попадают на большой экран. Итак, вы смотрите «Точнее». Спасибо, что пришли с нами на канал «Тюменское время». Но мы продолжаем выяснять, Тюмень – это лучший город Земли или нет. Голосование проходит в нашей группе ВКонтакте, оно продолжается. И вполне возможно, расстановка сил изменится после интервью с идеологом Центра прикладной урбанистики Святославом Муруновым. Немножко, конечно, жестко получилось, но заставляет задуматься. Представим, что вы доктор, а наш город – это пациент. Какой вы диагноз поставите в Тюмени? Давайте лучше я играющий тренер, а город – игрок. Хорошо. Мне кажется, Тюмень не болеет. В Тюмени все хорошо в этом плане. Но диагноз следующий. Вот наши исследования сейчас в Тюмени показывают, что Тюмень, во-первых, избыток энергии. То есть действительно здесь очень много людей с амбициями, очень много энергии финансовой, административной энергии. Но пока, на мой взгляд, Тюмень находится в поисках самой себя. Здесь фаза самоопределения, про что Тюмень, какая Тюмень. Нам показалось, что Тюмень находится в такой очень хорошей ситуации, такой эпохе потребления. То есть центры города – это торговые центры, вся жизнь сосредоточена вокруг купи-продай, торговли и так далее. Но это же исторически, мы на перекрестке торговых центей. Я не говорю, что это плохо. Я говорю о том, что, в принципе, Тюмень как-то пытается найти себя в какой-то такой культуре торговой, в новой торговой культуре. А что, есть города, которые не торговые, которые не любят? Конечно, есть города, которые на самом деле любят производить, любят молчать, любят созерцать, любят ничего не делать. Мне показалось, что в Тюмени все хотят делать хорошо, но по-одиночке. Ну, то есть все говорят, я сейчас сделаю вот вау, но вот сам. То есть есть такая, знаете, купеческая самостоятельность, такое хорошее купечество 2-0. Но тем не менее, смотрите, вы же в Тюмени пятый раз уже. Ну, наверное, да. А на ваших глазах, собственно, происходят некие изменения. Так вот это изменение все-таки в какую сторону? Ну, пока главный игрок в Тюмени – это администрация. Я вижу, что город реально развивается благодаря администрации. И бизнесу, но бизнес в этом случае играет такую роль как бы догоняющего. То есть все инновации затягивает администрация. Я пока не вижу горожан. Понимаете, я не вижу горожан как активных участников этого процесса. Потому что скорее всего эта активность администрации приводит к тому, что горожане в лучших советских традициях говорят, ну и отлично, ну вот если вы за нас сделали, ну и хорошо, а нам еще вот это сделать. И администрация говорит, да, хорошо сделаем. А нам бы еще вот Диснейленд. Ну, и Диснейлен построили. То есть, в этом случае мы горожанина продолжаем воспитывать в такой некой советской парадигме. Дружище, ты вот не переживай, мы за тебя все сделаем. Это хорошо, когда у вас есть избыток ресурсов. Но если предположить, что ресурсы заканчиваются, горожане в этот момент садятся вам на шею и говорят, ну, а вы же всю жизнь развлекались, давайте и дальше развлекаемся. То есть, это медаль кадастров. Конечно. С другой стороны, если вы все время думаете за горожан, у них отключается думалка. Мне кажется, вот эта избыточность и некий такой перекос в сторону того, что администрация слишком активная. Она, кстати, как... То есть, Тюмень меня очень сильно напоминает Москву, а Москва очень сильно напоминает Тюмень. Понимаете, то есть, у вас тут как бы есть очень честная ментальная связь. Я даже знаю, почему. Да, и я тоже знаю, почему, да. И в этом случае Москва тоже такая же. Там администрация всегда на три, на четыре шага опережает горожан, говорит, ребята, вы там вот на сайте проголосуйте, а мы уже все сделали на самом деле. Мы уже все сделали, вы просто проголосуйте на сайте. Уже думать не надо. Это палка о двух концах, и мне кажется, что вот эта Тюмень теряет сейчас свой человеческий потенциал. То есть, людям здесь становится, думающим людям здесь становится скучновато, творческим людям здесь становится немножко неуютно, потому что творчество и торговля, они несовместимы. То есть, если город торговый, он говорит, художники, музыканты, а что вас можно продать? Они говорят, ребята, мы про смыслы, мы про вдохновение. Говорят, ой, а как это продается? Это сложно продавать, поэтому вы нам не нужны. Наверное, правильная позиция, когда и те, и эти, и креативные, они будут уравновешены. Мне кажется, вот не хватает вот этой городской коммуникации, то есть, не хватает этого городского диалога, потому что наш анализ города показал, что нету мест в городе, где действительно бы встречались предприниматели, чиновники и активисты. Все встречаются по своим, условно говоря, там, углам. Вот. И совместная встреча происходит или очень формально, речи с трибуны, или как бы, ну, или пока там, значит, какие-то игровые формы, давайте по воркшопим, а у воркшопа не будет результата. Мы начали с вами с диагноза, я не знаю, с программы тренировки, о лечении, да, три момента, вот три шага, которые, на ваш взгляд, нам бы надо сделать вот в ближайшее время в первую очередь. Ну, первое, это смыслы, потому что город должен все-таки осознать себе, про что Тюмень, какая Тюмень, куда Тюмень, чем она отличается от других городов. Не с точки зрения вот каких-то таких атрибутов, объектов, а с точки зрения смыслов, культуры. Второй момент, что это все-таки социум, попытаться, ну, вот основная проблема всех постсоветских городов, это низкая вовлеченность горожан в город. То есть, в городе живут, мы его потребляем, относимся к нему как к крестьяне иногда, там, здесь мусорим, здесь ставим высокий забор, то есть, нам как бы вообще неинтересно, что там дальше происходит. То есть, такой, вот мой мир, это вот мой огородик, мой участок, моя квартира. Поэтому задача Тюмени и любого другого города, это все-таки попытаться воспитать горожанина. То есть, сделать так, чтобы человек понимал, что если он живет в городе, у него есть права и обязанности, что он должен знать историю этого города, что он должен этот город чувствовать. Я всегда говорю, что горожане отличаются тем, что если бы, если даже он не находится сейчас в городе, но ему больно, если из города уезжает талантливый одиннадцатиклассник или срубает любое дерево. Вот это второй пункт. И третий пункт, это городское пространство должно фактически быть, ну, вот городская среда, должно быть фактически быть интерпретацией, проявлением вот этих смыслов конкретными вот этими горожанами. Понимаете, городская среда должна быть живой. Она должна делаться не администрацией, а администрацией, бизнесом, активистами, горожанами. Она должна все время трансформироваться, меняться. Ну и последний вопрос. А не иллюзия ли все это? Это все достижимо? Конечно, достижимо, потому что в принципе в городе уже есть все условия для того, чтобы он менялся. Есть активное творческое поколение, есть ресурсы, есть запросы. Самое главное, у города есть запросы на изменения. Спасибо. Ну и как вам? Я, честно сказать, после общения со Святославом немножко призадумалась и над лозунгом «Тюмень – лучший город Земли тоже». Но, впрочем, давайте посмотрим на результаты опроса, посмотрим, что думаете вы, лучший или не лучший у нас город на Земле. Дайте, пожалуйста, результаты. Что ж, похоже, по мнению большинства все-таки лучший. Да, 81% ответили на этот вопрос положительно. Ну, это ведь прекрасно, только главное, чтобы идея не потеряла смысл. Потому что если мы уже лучшие, что это значит? Что работать уже не надо и стремиться нам с вами не к чему? Мне кажется, лозунг должен не останавливать, а побуждать. Например, вот так вот. «Сделаем Тюмень лучшим городом Земли». Мне кажется, так лучше. Ну, и прямо сейчас немного о событиях. Самое интересное и буквально в двух словах. Уже два тюменца стали жертвами нового вида мошенничества. На их телефоны пришли пустые СМС-сообщения. Они их, разумеется, открыли, а потом обнаружили, что с привязанного к телефону банковского счета исчезли все деньги. Сумма ущерба в одном случае составила 18 тысяч рублей, во втором — 3 тысячи. Сообщения, отправленные с помощью вирусной программы, возбуждены уголовные дела. Какими реагентами пользуются на уроках химии в тюменских школах? Это проверяет прокуратура. Причиной столь неожиданного интереса этого ведомства к химии стали анонимные звонки учеников. Школьники предполагали, что некачественные вещества, которые используются для проведения опытов, могли влиять на итоги Олимпиад и оценки за контрольные. И, судя по всему, не зря ученики переживали. В ходе проверки нами обращено внимание на то, как растворы приготовлены, и о том, что они не имеют даты, которая бы свидетельствовала о дате изготовления раствора. Поздравляем! У вас сын! В ноябре эта фраза звучала 608 раз, а вот с рождением девочек поздравляли 531 раз. Тенденция сохраняется. Малышей рождается больше, чем малышек. Всего же с начала года в Тюмени свидетельство о рождении детей получили родители 12 414 малышей. В эти минуты в одном из кинотеатров города проходит презентация и премьера трейлера художественного фильма «Рисунки дождем». Снимал его самый прославленный наш режиссер Константин Одегов в Тюмени и про Тюмень. В качестве актрисы в этой картине дебютировала моя коллега Дарья Власова. Она сейчас находится на презентации, пока еще как журналист. Но вот кто знает, что будет дальше. И вполне возможно, изменит она голубому экрану с полным метром. Дарья сейчас выходит с нами на прямую связь. Даша, 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 давай уже признавайся, как ты попала в кино. Там на ум всякие разные варианты приходят. Там Харви Ванштейн, Голливуд и все такое. Ольга, я твой намек понимаю, но спешу разочаровать. Нет, это не так, все было прилично. И даже могу сказать банально, приехала снимать сюжет, а в итоге снялась сама. У меня была очень серьезная драматическая роль. Я шла по улице. Конечно, это был эпизод, без слов, но, как мне сказали, в итоговую версию фильма я все-таки попала. В любом случае, хочу отметить, что кино – это, конечно, адский труд. И вот те несколько секунд снимали, несколько часов, а заметьте, в этот день было минус 30 градусов на улице. Но подробнее о тяготах профессии предлагаю поговорить с режиссером фильма «Рисунки дождем» Константина Мадегова. Константин Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень хорошо помню тот эпизод. Он действительно вошел в картину, и вы, можно сказать, украсили наш фильм своим присутствием. Мне очень приятно. Спасибо большое. Мы тоже счастливы. Но первый вопрос у меня к вам следующий. Где вы сейчас живете? Ну, пока еще в той квартире, которая якобы продана. Но она действительно, на самом деле, она заложена. И в этом нет ничего страшного. Это реальный путь моего кинематографа. Поскольку государственной поддержки я не имею, я вынужден обходиться своими средствами. Так что это не впервые случается. Каким образом можно отбить деньги, потраченные на съемки фильма? Сейчас только фестивальная судьба поможет нам как-то проявить себя и сделать рекламу, если можно сказать, ну, таким банальным языком нашей картине. Когда будет премьера? Трудно сказать. Мы очень надеемся, что на Белинском кинофестивале, куда заявку мы подали, но это тоже вопрос случайности. Мы очень надеемся, во всяком случае, что это случится. Если нет, будем ждать других фестивалей. Но в любом случае, в 2018 году это произойдет. Спасибо вам огромное. Мы будем с нетерпением ждать эту картину. Успехов. И чтобы на Берлинский кинофестиваль вы обязательно попали. Очень приятное пожелание. Благодарю вас. Ну, а мы будем следить за судьбой фильма «Рисунки дождем» и, естественно, расскажем вам, когда будет все-таки премьера и когда нам предстоит. Ну, и будем следить за подробностями, Ольга. Даша, спасибо. Ну, вы же почувствовали прямо контакт, да, актера, актрисы и режиссера. Я лично почувствовала. Ну, а на самом деле, вот это, друзья, была самая технически сложная и опасная часть любой телевизионной программы. Прямое включение. А что, если что-то пойдет не так? А если герой пообещает и не придет? Или с ним, не дай бог, что-то случится? Вот это наш самый страшный сон, не дай бог. Ну, а как избавиться от страха? Надо над ним посмеяться. Давайте сделаем это вместе. Тяжелая неказистая жизнь простого журналиста. Иногда бывает так, что до прямого включения всего минута, а гость не приехал. Приходится выкручиваться. И что ты хочешь? Я хочу, чтобы ты встал как специалист, как финансист. Я тебе информацию сейчас скажу. Серега, вот, отлично. Так это жесть будет. Давай, доллар скакнет до 150 рублей уже в январе. В связи с этим будет понижена ставка на ипотеку. Пять секунд до эфира. Я серьезно, я тебе говорю, гость не пей. Тема финансов очень актуальна в предстоящие месяцы, потому что грозит невероятные скачки, как в процентах, так и в ставках. С нами находится Виктор Негодяев. Он расскажет о будущих прогнозах по финансам. Здравствуйте. Здравствуйте. В январе уже планируется увеличение доллара до 150 рублей. А также снижение процентной ставки по ипотеке до 2%. Сейчас можете развеять эти слухи, что пакет документов, который будет необходим для того, чтобы взять ипотеку, он будет упрощен буквально до двух заявлений. Это так? К этому и идет. Я думаю, так должно произойти в будущем времени. И любой человек, по сути, без справки 2 НДФЛ может спокойно взять ипотеку? Все верно. То есть даже я могу взять ипотеку прямо сегодня? Да, прямо сейчас пройдем машину и подпишем документы. Значит, смотри, ситуация такая. Участились случаи угона автомобилей, причем угонщиков даже не пугает, что водители находятся в машине. За прошедший год ровно тысячи угонов. Запомнишь? Да. А ты? Да, действительно, криминалитет в Сюмени все растет. И об угонах автомобилей, о том, как это сейчас происходит, с нами разговаривает Федор Батько. Федор, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите о современных тенденциях угона автомобилей. Ну, участились угоны. За прошедший год их ровно тысячи. И преступников не пугают, что даже водители в машинах. Когда есть свидетели, каким образом тюменцы должны действовать? Помогать. Всем, чем могут. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Здесь достаточно много людей. Узнаем, насколько тюменцы... Как тюменцы будут реагировать на происходящее. Подержите, пожалуйста. Куда? Продолжение следует... Ой, простите, друзья, пожалуйста. Правда, смешно. Прямо вот некоторых участников этой подстановки вот прямо сейчас на большую сцену, и вы прям такие ребята талантливые. И, пожалуйста, главное, вы не стесняйтесь проявлять свои таланты, когда увидите человека, который просит вас что-то сказать в микрофон со значком «Тюменское время». Мы не всегда так шутим. Мы обычно, в общем-то, серьезные. Прощаемся, но ненадолго. Завтра, 18.30, на 21-й кнопке вашего кабельного телевидения встречаемся вновь. Субтитры подогнал «Симон»!